Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем канале, посвященном изучению немецкого языка с нуля. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых уроков нашего курса. Для эффективности рекомендуется заниматься минимум раз в неделю. Также не забывайте быть активны в комментариях. Наша обратная связь поможет вам еще быстрее выучить немецкий. Сегодня мы с вами вместе будем делать и подробно разбирать тест с упражнениями по немецкому языку на уровень А1. Настоятельно рекомендуется для большего понимания заданий теста посмотреть уроки нашего курса немецкого языка с нуля. На данный момент выпущено более 20 уроков, где мы подробно разбираем важные грамматические темы начального уровня А1. Наш сегодняшний тест будет на тему приветствия происхождения. Первое наше задание нам нужно вписать в пропуске нужные вопросительные слова. Например, первое предложение уже сделано. Мы здесь используем наше вопросительное слово «ви», «как». Глагол, вы видите, у нас стоит на втором месте в вопросительном предложении. После него идет подлежащее «эс». Оставьте сейчас это видео на паузу, вспомните, какие вопросительные слова вы знаете и впишите их в пропуске, чтобы подходило по смыслу и грамматически было правильно. Не торопитесь, спокойно все обдумайте, а потом мы с вами все подробно разберем. Для того, чтобы правильно выполнить данное упражнение, мы должны с вами вспомнить, какие вопросительные слова мы уже с вами знаем и проходили на наших уроках. «Вас», «что», «вэр», «кто», «ви», «как», «во», «где», «вохер», «откуда», «вохин», «куда». Также, чтобы легко понять и перевести предложение из данных упражнений, мы с вами вспомним спряжение глаголов. Когда мы говорим «меня зовут», мы используем глагол «heißen», «ich heiße», «меня зовут», «gehen», «идти». Спряжение глаголов мы также подробно разбирали на уроках нашего курса немецкого языка. Если вы не смотрели, как спрягать глаголы, вы можете подробно все разобрать, повторить и еще раз изучить. Теперь разберем правильные варианты ответов. Это мы уже с вами разбирали, то есть «как идет это у вас», если дословно. Следующее. Здесь мы можем сказать двумя разными вариантами. Например, «вер bist du?», «кто ты?», если дословно «кто есть ты?». Здесь у нас глагол «sein» в форме «du bist», то есть «вер bist du?». «вер bist du?», «вер bist du?». Следующее. Также мы можем сказать «вот ер bist du?», «откуда есть ты?», «откуда ты?», «вот ер bist du?». Следующее предложение. «Откуда ты родом?», или же дословно «откуда ты приходишь?», у нас здесь глагол «kommen». «Во хер комс ду?», «вот ер комс ду?», «вот ер комс ду?». Здесь мы вставляем наше вопросительное слово «вот ер». Следующее предложение. «Ви хайсен си?», «как зовут вас?», «как вас зовут?», «ви хайсен си?», «ви битте?», «как пожалуйста?». Мы это говорим, когда что-то не поняли и хотим переспросить. «Ви битте?». И аналогично первому нашему предложению, только на «ты», когда мы спрашиваем «как у тебя дела?», мы говорим «ви гэд из дьёх?», «ви гэд из дьёх?», «как у тебя дела?». Обратите внимание, что подлежащее, наш глагол, всегда стоит на втором месте в вопросительном предложении. Здесь у нас обратный порядок слов. А мы с вами повторим ещё раз наше предложение. В следующем нашем упражнении нам нужно поставить глагол в правильную форму. Если мы знаем приспоряжение глаголов, а мы с вами его уже хорошо знаем, мы это сделаем очень легко. Аналогично поставьте, пожалуйста, это видео на паузу, и когда будете готовы, продолжайте вместе со мной. Первое предложение вы видите уже разобрано. Давайте с вами вспомним споряжение глаголов «kommen» и «heißen». Ich komme, du kommst, er, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. Вы помните, что «sie» за главные буквы, это у нас вежливая форма, а здесь маленькая – это «они», местоимение «они». Зная спряжение глаголов «kommen» и «heißen», мы с вами легко выполним данное упражнение. Ich komme aus Deutschland. Woher kommst du? Aus Österreich. Я родом из Германии. Откуда ты родом? Из Австрии? Nein, ich komme aus der Schweiz. Нет, я родом из Швейцарии. Und Anna? А Anna? А Anna? Sie kommt aus Spanien. Она родом из Испании. Видите, всё просто. Мы, зная наше спряжение, глагола «kommen», использовали его в форме «du kommst», «ich komme», «sie kommt». Всё очень просто. Продолжаем. Guten Tag. Wie heißt du? Добрый день. Как тебя зовут? Ich heiße Kristina. Und wie heißt du? Меня зовут Kristina. А как тебя зовут? Ich heiße Tobias. Я Tobias. Здесь у нас также «du heißt», «ich heiße», опять «du heißt» и «ich heiße». Всё очень понятно и просто. Прочитаем ещё раз наши диалоги. Ich komme aus Deutschland. Woher kommst du? Aus Österreich? Nein, ich komme aus der Schweiz. Und Anna? Sie kommt aus Spanien. Guten Tag. Wie heißt du? Ich heiße Kristina. Und wie heißt du? Ich heiße Tobias. capemm sulle Firefox im demonstratorie. Und wie heißt du? Die tre hart sind in feels like. Und wo heißt du weiteres. General 진행 ist es쳤 murderer. Ein Geh鹽. Wann Hassec? Wie heißt du? Внимательно все прочитайте и попробуйте выполнить. Вместе разбираем ответы. Hello, ich bin Anna. Und wie heißt du? Здесь мы поставили глагол heißen в правильную форму. My name is Olivia. Меня зовут Оливер. Woher kommst du? Откуда ты? Откуда ты? Как бы приходишь, да? То есть откуда ты? Ich komme aus Deutschland. Я из Германии. Und du? А ты? Ich komme aus Russland. Я из России. Можно также сказать. Ich bin aus Russland. Я есть из России, да? Или я прихожу из России. Оба варианта будут правильными. Повторим еще раз. Hallo, ich bin Anna. Und wie heißt du? Mein Name ist Oliver. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Und du? Ich komme aus Russland. Ich bin aus Russland. На этом наше занятие подходит к концу. И если вы хотите поддержать наш канал, всю подробную информацию, как это сделать, вы найдете в описании к видео. Не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайки, будьте активны. Чем более, приводите также, кстати, свои примеры на данную тему с данными глаголами. Расскажите, откуда вы родом, как вас зовут. Я обязательно все посмотрю и исправлю ошибки, если они будут. Следующий тест и следующий урок грамматический выйдет очень скоро. Если вы не знаете, как составить какой-то пример на немецком, вы можете написать по-русски, а я обязательно его переведу и отвечу на все ваши вопросы. До новых встреч на нашем следующем уроке. Auf Wiedersehen!